Изменившиеся в регионе погодные условия стали настоящим спасением для пожарных. Возгорание лесных массивов вблизи деревни Волоковая потушил внезапный дождь, прошедший в среду вечером. Ранее для тушения трех очагов возгорания на юго-запад округа были направлены пожарные отряды и специально оборудованные вертолеты. Итоги оперативных работ подводили на окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Одна из главных проблем, которая возникла при тушении пожара в Пёжском сельсовете – отсутствие координации между спасательными подразделениями. Спасатели, которые работали в воздухе, не смогли связаться с коллегами, работающими в лесном массиве. В результате один из водосливных ковшей чуть не слили на пожарных. Обратим внимание, высаживаем 10 человек, 5 человек из одной команды, за полярного района, другие из, я так понял, ПСС наши. То есть между ними взаимодействия нет, рации между ними нет, связи с вертолётом нет. Несмотря на отсутствие связи, спасатели работали оперативно. По предварительным данным, огонь охватил почти 6 гектаров земли. Для устранения огня на лесной массив сбросили 14 сливов воды. Для этого был задействован вертолёт Ми-8 Наринмарского авиаотряда. В тушении пожара принимали участие 14 человек – сотрудники поисково-спасательных службы Наринмара, заполярного района, округа и федерации. Угроза подхода огня к деревне Волковая была ликвидирована. Подсобил спасателям и внезапный дождь, которого не ожидали даже синоптики. Теперь его очень ждут в Наринмаре. У озера Городецкое начал гореть ивняк. Все силы спасателей направлены в сторону телевисочного сельсовета. Значит, где-то в 16 часов вылетела группа спасателей для ликвидации данного очага возгорания. Было организовано взаимодействие с органами исполнительной власти. Собрана в том числе комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась в 15 часов сегодняшнего дня. Данная группа и воздушное судно снабжены водно-сливным устройством. Поэтому, я думаю, до конца сегодняшнего дня данный очаг будет ликвидирован. Спасатели напоминают, в летний сезон на территорию округа вводится противопожарный режим. В жаркие и сухие дни не рекомендуется разжигать в лесу огонь, а оставлять стекла и предметы, способствующие появлению огня.